Настроение трейдеров формируется на основе решения американского Центробанка, который решил сделать паузу в ужесточении денежно-кредитной политики, но при всем этом объявил о намерении продолжать подъем ставки. Аналогичные намерения высказывает и Европейский Центральный Банк. А еще на прошлой неделе свои ставки неожиданно подняли Резервный Банк Астралии и Банк Канады. В общем, ястребиный и довольно агрессивный подход сохраняется, усиливая позиции национальных валют. Так выросла в цене единая европейская валюта, оказывая значительное давление на доллар. Какие события в первой половине следующей торговой недели способны изменить настроение трейдеров, обсудим далее. Вы смотрите видео календарь трейдера. Итак, начнется поток важной макроэкономической информации во вторник. На Азиатской Тихоокеанской торговой сессии. Это будет публикация протоколов с последнего заседания ФРС, так называемых минуток. В документе будут представлены все детали принятия решения о подъеме процентной ставки на 25 базисных пункта. Инвесторы узнают, чем именно руководствовалась монетарная власть для столь неожиданного шага. А еще важнее для трейдеров узнать, какие дальнейшие планы у Центробанка. Предварительно известно, что Резервный банк Австралии готов и дальше повышать ставку. И это оказывает поддержку позициям австралийского доллара в паре с долларом США. В свою очередь, американский доллар пока вне фокуса внимания инвесторов после приостановки подъема ставки ФРС. Но для американского бизнеса и потребителей наоборот. Это очень позитивный фон. Высокая ставка препятствовала развитию бизнеса. Дорогие кредиты сдерживали спрос на недвижимость, в результате чего объемы строительства в стране упали. Во вторник готовится к публикации очередной отчет, который вновь засвидетельствует подавленное состояние строительного сектора. В среду трейдеры начнут переключаться на основное событие следующей торговой недели. Это будет заседание Банка Англии. По сути, все предсказуемо. Процентную ставку поднимут, но в среду будет опубликован расчет майской инфляции, темп которой замедляется, но очень медленно, почти незаметно. Согласно прогнозам, инфляция замедлится с 8,7% до 8,5% годовых. Это все еще очень высокий уровень роста цен. Очевидно, что Центробанку следует поменять тактику. Но консервативный Банк Англии в Лятреле решится на такое. Так что ждем роста вероятности подъема ставки и удорожания фунта стерлингов. И еще в среду инвесторы будут ждать выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, в речи которого будут искать комментарии относительно недавнего принятого решения о паузе в подъеме ставки и намеков относительно решимости продолжать политику на ужесточение в ходе последующих заседаний. Если Пауэлл подтвердит прогноз подъема ставки до 5,6% к концу года, то доллар может вернуть утраченные позиции на рынке. О том, как будут развиваться события на самом деле на финансовых рынках, вы узнаете из наших регулярных информационных видео на канале ИнстаФорекс ТВ. Подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. До встречи!